Лукашенко призвал членов ОДКБ всем вместе бороться с расширением НАТО. Своё предложение президент Беларуси озвучил на юбилейном саммите, который в эти часы проходит в Москве. Заседание, на которое было допущено пресса, закончилось буквально минут 40 назад. ОДКБ исполнилось 30 лет. Организация показала свою эффективность во время январских событий в Казахстане. Тогда сразу стали заметны как сильные, так и слабые стороны. И говоря слабые, я имею ввиду больше бюрократические моменты, которые было решено искоренять. Но внутреннее устройство договора коллективной безопасности вот сегодня просто ушло на второй план. На первом месте были претензии. Они не звучали сильно громко, но было понятно, партнёры не очень друг другом довольны. Обо всём подробно нам расскажет Сабина Тургаева, она с нами на прямой связи. Сабина, привет. Расскажи нам, пожалуйста, чем так был недоволен Александр Григорьевич и Никола Пашинян. Привет, Донара. Сразу скажу, что заявления Лукашенко, как всегда, были неистовы и беспощадны. Но хочется начать с того, что сам саммит глав государств ОДКБ начался с часовым опозданием. Видимо, президенты задержались во время двусторонних встреч. На коллективном фото мне показалось, что все главы государств были несколько напряжены. Все, кроме Лукашенко и Путина, которые за это время успели вместе над чем-то посмеяться. Но более чем серьёзен Александр Григорьевич был на самом заседании. Сухо поздравив коллег с юбилеем, он высказал недовольство. Мол, нет единства сейчас в организации. В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. Государства-члены ОДКБ проявили в январе этого года подобную солидарность и выручку в трудную минуту. Вы помните казахстанские события. Никто на Западе даже не посмел подумать, ввязаться в ту ситуацию, потому что вместе мы сила. Однако, можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и всё так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может, я ошибаюсь, похоже, нет. С молчаливого согласия наших партнёров, Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по приходе Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Вообще, почти вся речь Лукашенко строилась вокруг угроз со стороны европейских стран и США. Именно на коллективный Запад он возложил ответственность и за митинги в своей стране в 2020 году, и за январские события в Казахстане, и за то, что сейчас происходит в Ереване. Кроме того, Лукашенко заявил, что против России и Беларуси сейчас ведётся полномасштабная гибридная война. Президент Беларуси предложил своим коллегам сотрудничать в области информационной безопасности и вместе противостоять расширению НАТО на восток. Также он предложил пойти по пути Китая в вопросах социальных сетей. На этом фоне речь нашего президента Касмжомарта Токаева была максимально контрастной. Он сделал акцент на угрозах со стороны Афганистана и предлагал расширить географию миротворческих миссий ОДКБ. На наш взгляд, нужно уже ставить задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира. Вообще, главы государства ОДКБ сегодня, как мне показалось, говорили о разном. Это напомнило известную басню о раке, лебеде и щуке. Садыр Жапаров, например, жаловался на угрозу продовольственной и энергетической безопасности. Никола Пашинян дипломатично, но упрекнул своих коллег за бездействие в вопросах и проблеме Нагорного Карабаха. В завершении заседания Владимир Путин пообещал в закрытом формате, за закрытыми дверями, без участия СМИ, доложить своим коллегам о ходе спецопераций в Украине и рассказать все-таки о ее причинах. На этом у меня все. Донара. Сабина, спасибо, как мы и ожидали. Все было очень интересно. Спасибо.